Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой киви-кошелек. Подробная информация в описании. ВК насчет трансфера. Бля, сложно, а что-то мне поконкретнее. Не знаю, что по лавкрафту, бля, сто лет уже. Ничего, ничего, по-моему. Я нормально, ты как? Марк, братишка, здорово. Что делаю? Да ни хуя, сидим, пытаемся вот... Что-то написать. Ну, Никита один пытается. Я просто натверт. Сколько весишь, жив? Съебись, нахуй. Не знаю я, сколько весишь. Уже не взвешил сто лет. У меня травма, короче. И я не занимаюсь. Встретил недавно, кстати, чувачей. Точнее, ваш конечный результат будет... Точнее, закончится все тем, что вы будете просто сидеть и охуевать от того, как у вас отнимают руку, ногу, блядь, или еще что-нибудь будете ставить себе блокады всякие. Короче, надо было все-таки думать немного и раньше к врачам обращаться. Да не ебу я, сколько я вешу, блядь, я же сказал. 90, мне кажется, нет во мне уже давно. Дреды наполовину из моих. Помещение как-то в поезде, да? ЖД. Вокзальчик. Здесь вот хуячу на ноутбуке. Ну да, если что-то получится, будет новый трек. Не получится, пойдем домой. Все, блядь, как обычно. Что за травма? Да ничего, шея, короче, сосуды переставливает и все. И отнимает руку всякую, не она. Жить можно. Ой, да я... На релизе из Сереги не буду. Меня там не будет. По школе причесон ровный гул. Да, блядь, типа, какая разница. Мне просто по кайфу гонять сначала. Не сначала, блядь, я уже не понимаю, о чем говорю. Когда-то с короткими гоняешь, когда-то вот дреды делаешь. Просто пробую, все. Я как бы не особо смотрю за тему, блядь, вот как я выгляжу там. Вот сейчас с дредами мне плохо, а там было лучше вообще. Я вам, блядь, даже не подплетался ни разу. Вокруг чё за движ? Не, не могу показать. А с голосом у тебя чё за рама была? Не, не жал. На раз. Ну вот, когда так тренил, не жал. Мне интересно было. Разборы панчей. Так вот с этой вот ходьми не надо, ребят, пожалуйста. С разбором панчей. А вот и жрачка, да, приехала, блядь, наконец-то. Есть KSM, может KMS, нет, KMS нет. Ходьбом на подходе, да. Все, на подходе. Блок Марли. Все, Тип-Ток, сделай голос. А вот же там. Не, не потерял. Здоровый пельмень, да. Есть такое. Чё, все, там? Пойдем. Почти это как? Ну, это, ну почти, типа. Ну что? Бля, короче, придется пропустить несколько. Куришь, нет. Как тебе? Сейчас его ты живи, когда. Когда дрался в последний раз. Такой хуйней стараюсь не страдать. Но, по необходимости. Смотреть сейчас не могу, но очень прошу тебя сохранить удачу. Тебе тоже удачнее, навряд ли сохраню. На концерт в Самаре я спросил, стал пыт, когда альбом от насят. И ответил, скоро альбома так и нет. Это вот, да, это я. Бля, ну я не специально это делаю. Наоборот, хочу как лучше. Поэтому ебанутых анонсов всяких нету. Поэтому я говорю, скоро, скоро, скоро. Выпиваешь. Не, я не пью вообще, нахуй, это билло. Ван тоже не советую. Если мозги высылать не хотите. Шпаг. Ну, шпаг, это билло. Сколько стану вы делал? Стану вы, не помню. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Приятно. Вот, пиццу забрали. Собственно. Продолжение следует. Да, давайте еще попишем текста сюда, блядь, в комментарии. Охуенная вообще идея. Побольше текстов, блядь. Давайте панчи поразбираем, блядь, так охуенно. Вообще, блядь, мечтаю об этом. С Серегой, да, будут концерты. Вот, там, брайм-шоу, ребят. Как минимум, вот, ближайший. Если кто не знает. В Тюмени на концерте. Да, да. Все стабильно. Спасибо, ты тоже живи вечно. Но я не очень хочу. Слишком, блядь, это что-то муперно. С чем там пицца? Братан, пицца, сейчас тебе покажу. Это двойная карбонара. А, нет, это карбонара с двойной начинкой. Ты когда-нибудь, блядь, пробовал такое вообще? Ты знаешь, с чем ты, нахуй, имеешь дело? Вы, блядь, приедете, вы... Как там, сука? Мять завязывается, кем она? Вот, короче, ребят, пицца с двойной начинкой. На Райм-шоу будем выступать ровно 30 минут. Нам выделили 30 минут, и мы сказали, хорошо, мы выступим 30 минут. Приятного аппетита, спасибо, братишка. Так, я вот, короче, подскажу последним вопросом. Где кит? А, вот он, прямо здесь, передо мной. Вот он. Кенни Уэст Продакшн тут. Как ты, с ритмикой текста, есть какой-то подход? А? Как ты это назвал? Продакшн? Ну да, просто Кенни Уэста зовешь, короче, кита, получается. Так, сейчас там был какой-то вопрос про ритмику. Раскладываешь ритмику текста. Всегда по-разному. Короче, советую просто пристреляться вначале. Понять, как ты хочешь читать. А потом лучше писать на русском. На нем очень легко можно и атернатурить. Ну, смотря, от твоих целей зависит, какой у тебя текст. Нужен ли он вот тебе? Да, 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 вообще, типа. А, как правило, всякие вокальные приколы, там, типа, припевы, они все сначала напеваются, а потом на них пишутся слова. Ну, так, большинство работает. Типа, и сейчас уже ни для кого это, по-моему, не секрет. Да, я уставший, я поспал сегодня 4 часа, мне очень сложно было вставать. Я просто охуел. Но вот мы опять на студии стабильно. А сейчас обитаешь, я сейчас Викбэр. Самый топовый кинчик, не знаю, посмотри этот, бля. Был такой, сука, мультик «Последний единорог». И там был красный бык, который разъебал, разъебывал единорогов. Вот это, вот если было кино такое, это было бы мое любимое. Красный бык, братан, ты не знаешь, что такое красный бык? Бля, это пиздец, там у меня все детство прошло. Ладно. Шутки шутками. Снюс, не знаю, снюс, бля, не нравится вообще, дичка эта. Скол, заебись. Бля, что-то стоящее будет. Да, бля, когда-нибудь будет стоящее, по-любому. Я же, нахуй, ну, по-любому что-то сделаю. Самый топовый фильм, не знаю. Макса Шевцова, помнишь? Да, конечно, помню Макса Шевцова, мой одноклассник. А что за вопросы такие? Твой любимый мультик про красного быка? Ну вот, короче, красный бык это... Ладно, все, прекратим об этом говорить. Что напишешь, как завтра, ребята, потом переходишь на осмысленный текст? Не-не-не, типа, по-разному. Можно какие-то моменты написать просто, там, сам придумываешь витнику и потом на нее кладешь. Но это очень долго, ты будешь для месяцами просто писать и себе нервы мотать. На хуй оно тебе надо? Пиши на русском строке. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok